Здравствуйте, уважаемые садоводы-любители! Меня зовут Иван Русских и я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о весьма актуальной теме, особенно для тех, кто покупает растения в интернет-магазинах. Ну и даже те, кто покупают достаточно ранние сроки в гипермаркете, саженцы какие-то, луковицы и так далее, они тоже могут столкнуться с проблемой хранения посадочного материала до сроков посадки. И начнем мы сегодняшний наш рассказ с розы. Саженцы были любезно предоставлены интернет-магазином Процветок и вот я расскажу вам про то, как сохранять саженец розы до посадки. Наиболее привычной формой покупки саженцев роз является вот такая вот упаковка, когда корневая система может быть в 2 или 3 раза внутри сложена по длине, пересыпана торфом или каким-то еще инертным материалом, иногда это бывают перли, топилки или их смесь, и замотана в такую вот вот пленочку. В принципе, в таком виде роза сохраняется достаточно хорошо, но самым главным условием ее сохранения является низкая температура. Саженцы роз замечательно хранятся при температуре от минус 5 до плюс 5 градусов. В этом случае они находятся в спящем состоянии, корневая система не работает, не всасывает влагу. Здесь, как правило, имеется обработка или парафином, или в принципе есть хорошие созревшие стебли, которые не испаряют влагу слишком интенсивно при такой температуре. Поэтому корневая система не растет, влага не испаряется, саженец не высыхает. Но, к сожалению, когда такой саженец попадает в гипермаркет, в магазин или упаковывается в посылку, дальше продавец интернет-магазин не может контролировать те условия, в которых находятся эти растения. Дальнейшая их судьба зависит от температуры воздуха, когда эта посылка к вам едет, а также от того, насколько почта хорошо соблюдает те условия, которые необходимы для пересылки живых растений. Ну, по опыту вам могу сказать, что почта зачастую не соблюдает. Им все равно, что положено в эту посылку. Поэтому каких-то особых условий для посылок, содержащих живые растения, почта не создает. В этом случае вы можете столкнуться с трудностями какого плана. Когда вы открываете посылку или когда вы пришли в гипермаркет, вы видите, что вот эти вот росточки, почечки вот эти, уже проснулись и уже вот могут даже вырасти вот такие вот длинные белые ростки. Ну, а если растение хранилось на свету в магазине, то они могут быть даже зеленые и даже с листочками. А, например, на дворе февраль месяц. И что вам с этими саженцами делать? Как с ними дальше поступить? Ну, во-первых, вот посмотрите, вот этот саженец на момент, когда я его брал со склада, магазина, был абсолютно в спящем состоянии. Он хранился там совершенно в адекватных условиях. И вот два дня он у меня постоял дома и, видите, уже по крайней мере на сантиметр выросли почки. Конечно, что можно с таким саженцем сделать? Самое простое и самое лучшее это поместить его снова на холод. Это может быть или балкон, или открытый, или застекленный. Все зависит от того, какая температура на дворе и какая температура, соответственно, на балконе. Вы можете его немножечко утеплить, вы можете его, наоборот, поставить на какое-то открытое место для того, чтобы соблюсти вот это условие температурное от минус 5 до плюс 5. Кроме того, вы можете его положить в холодильник, в то отделение, где обычно у нас хранятся овощи и фрукты. Но моя рекомендация до того, как вы положите его снова на хранение, возьмите шприц с иголкой и насытьте влагой вот этот вот субстрат. Потому что пока саженец находился в магазине или пока он ехал в посылке, корни могли уже проснуться, начать качать влагу и, соответственно, уже количество влаги там могло уменьшиться. И есть риск, что саженец у вас погибнет из-за высыхания. А обеспечить ему влагу достаточно несложно. Поэтому насытьте как следует влагой вот этот ком. Ну, по крайней мере, 50 миллилитров воды туда можно влить с помощью шприца, ну и, соответственно, не беспокоиться о высыхании этого кома. Категорически не рекомендую добавлять в воду какие-либо стимуляторы, потому что это, наоборот, простимулирует рост этого растения. А нам надо, чтобы рост этот задержался как можно надольше. Если же вы уже видите вот такие длинные ростки, то есть два варианта. Первый вариант, вы их просто отломайте. Ничего страшного в этом нет. Даже если их будет тут 5 штук, 6, вы все равно их отломайте и выбросьте, без всякого сожаления. Потому что почек возобновления на саженце вполне достаточно для того, чтобы обеспечить дальнейший пышный рост этого куста. Ну и второй вариант, если вы получили такой саженец уже во второй половине марта-апреля, солнца уже достаточно много, вы его можете посадить в горшок, в ведро, еще куда-то, для того, чтобы он уже там начал расти и при наступлении благоприятных периодов вы можете вывести его на дачу, в сад, в огород и, соответственно, там посадить на его планируемое место. Не надо ждать мая месяца, когда там зацветут сады и что-то такое еще. Вы вполне можете посадить его в апреле, вот эти молодые листочки, даже если они подмерзнут или подгорят, это ничего страшного. Опять же, почки возобновления дадут новые почки. Если такие побеги уже подросшие повредились сильно, слишком сильно, вы их просто обломаете и опять же у вас почки возобновления дадут новый рост растению. Ну, конечно, если вы хотите сохранить эти побеги, то надо сделать притенение и надо сделать защиту от возвратных заморозков с помощью спонбонда, мешковины, каких-то еще подручных материалов. Надеюсь, что эти наши советы помогут вам сохранить посадочный материал в жизнеспособном состоянии, не просто в жизнеспособном, а вполне пригодном для того, чтобы вырастить пышные, красивые растения. Благодарю вас за то, что вы с нами, благодарю вас за внимание. Вот о сохранении этих растений мы поговорим с вами в следующем видео, чтобы его не пропустить. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик вот здесь внизу видео и ждем вас на нашем канале снова. Всего хорошего!